Про приметы. Тяжело верить в приметы и в прочее, если ты инженер и взрослый человек, как я обычно говорю. Ну то есть, опять же, вопросы веры у всех свои, никого нельзя задевать, а здесь речь идет про какие-то очень личные вещи. Так уж получается, что чисто статистически, из-за того, что у тебя же торговая сессия каждый день, каждый день, ты каждый день совершаешь сделки. И при такой выборке ситуации всегда есть некоторые странные последовательности. То есть, например, когда каждый раз перед, скажем, каким-то плохим днем происходило нечто, что постоянно повторялось. И люди склонны, да чего уж говорить, я склонен, естественно, считать, что, ну то есть, как на это реагировать, что есть некая закономерность. Или есть еще что-то. Я, может, сейчас прямых таких примеров не приведу, ну то есть, ты что-то делаешь или о чем-то подумал, и вот сегодня опять не получилось, или там что-то там пошло не так. Ну то есть, условно, речь идет про то, что там не заработал ничего или даже потерял. Эта мысль все равно в голове возникает, в прошлый раз сделал так, и не один раз, и получилось вот не очень. Может, там не стоит, ну то есть, ты же ищешь всегда любую возможность, я так сказать, избежать чего-то плохого. И ты начинаешь в это верить, вот, и как на это реагировать и действовать. Из такого, из подслушанного, у нас был один трейдер, ну как был, он как бы сейчас есть, но я имею в виду, просто он, скажем, не в офисе. Ну я не хочу никого называть. А он сам признался, что когда он немножко помоложе был, значит, его путь лежит через метро. Это не потому, что он плохой трейдер, то есть, у него нет денег на машину, нет, просто ему так было удобнее. Это не Толя, сразу говорю. А очень много этих попрошаек. И вот типа, когда не давал он, вот, его в этот день там жестко имело. А когда вот он, типа... Ну причем, на самом деле, люди же склонны, ну к чему? То есть, вот он когда не... Он помнит только моменты, когда он не давал миностыню, да, и его там жестко имело. Но он не помнит, когда он не давал, и все было хорошо. То есть, это... Он помнит только то, что вот прям максимально больно ему от чего было. Вот было такое. Ну вот прям что-то такое. Ну, во-первых, даже при личной беседе, не на камеру, любой взрослый парень, мужчина будет этого стесняться и скрывать, даже если это есть. То есть, никто так просто тебя там душу не изольет. Вот я вот, знаешь, верю, вот есть такая штука, когда вот происходит, я там... Ну, все этого мало. Ну, говорю, я не встречал. Ну, еще раз говорю, у меня, честно, у меня этого просто нет. Я в этом плане вообще не суеверный. Вот в качестве талисманов что-то можно привести. Но это скорее не талисманы, это какая-то, опять же, там, самоассоциация с чем-то. У меня вот очень много быков, фигурок быков. Ну, у меня вот на рабочем столе маленький бычок стоит с Уолл-стрит. Это мне друзья из Нью-Йорка реально. Ну, точнее, те, кто у меня обучались. Ну, я все равно считаю друзьями, потому что люди, конечно, к мне хорошо относятся. Они мне вот этот сувенир оттуда прислали. И так уж получилось, что у меня из 100 трейдов, из 100 сделок моих, ну, 90 точно это будет лонг, ну, то есть покупка с последующей перепродажей, а не шорт. То есть я лонг-трейдер. А быки – это символ растущего рынка того, что вот все должно переть. Окей, есть одна у меня штука. Она не со мной лично связана, ну, хотя косвенно со мной. У нас на обучении, когда мы выдаем реальные счета, люди уже вроде прошли теорию, немножко попрактиковались на демо, ну, то есть уже понимают, какие кнопочки жать надо, чего. Всегда есть вот этот самый первый трейд у всех. Нет, может быть, человек уже опытный пришел, но для меня он считается самым первым. Ну, по крайней мере, вот в этой группе, вот в этих условиях, на этом курсе, вот сейчас у нас у всех с вами первый трейд на этих реальных счетах. То есть, грубо говоря, счет, он же нулевой, он только-только создан, и ты на нем делаешь самую первую сделку. Вот мне, я всегда очень переживаю, потому что мне очень важно, чтобы у каждого она была положительной. Вот, для этого всегда выбирается мной очень тщательно, то есть я пока, вот, фу-фу, видишь, это тоже какая-то, наверное, примета или ритуал. Но, значит, я очень тщательно ищу такой момент именно в рынке, чтобы все смогли заработать. Но, к сожалению, от меня зависит очень мало. То есть я могу ее найти, сам могу ее реализовать правильно, и часть группы ее умудряется реализовать тоже правильно, ну, сделав все за мной. Но если человек там плохо подготовлен, то есть он там путается в кнопках, он косячит. И не то, чтобы я считаю, что тот, кто первый трейд запорол, то все, ничего не получится. Нет, просто очень важно, чтобы вся группа заработала. Для меня это вот очень важно. Это, ну, что-то для меня значит, наверное. Я, может, еще не определился, что. То есть для меня это какой-то вот знак. Очень всегда хочется, ты этого прям ждешь и жаждешь, чтобы вот у всех все получилось в первый самый раз. Продолжение следует...